Оспа обезьян – заболевание, известное ученым еще с 50-х годов прошлого века. И хотя впервые его выявили именно среди обезьян, сейчас, говорят ученые, главный переносчик этого вируса – грызуны. На протяжении десятилетий случаи инфицирования людей выявляли фактически исключительно в регионах Западной и Центральной Африки. Впрочем, с апреля этого года ситуация изменилась. Оспа обезьян начала активно распространяться по миру. На сегодняшний день уже зарегистрировано свыше 25 тысяч случаев в более чем 70 странах. Когда мы видим случаи за пределами эндемичных районов, они обычно имеют некоторую связь с одним из этих районов. Чаще всего через путешествия. В 2003 году у нас была вспышка, связанная с животными, которые были завезены из этого района. Но на этот раз мы видим, что люди, не имеющие никакого отношения к эндемичным странам, заражаются и распространяют эту инфекцию. Оспа обезьян – родственник печально известной черной оспы. Однако нынешняя разновидность вируса гораздо менее опасная и крайне редко заканчивается летальным исходом. Впрочем, протекать болезнь может достаточно тяжело. Начальные симптомы включают высокую температуру, озноб и боль в мышцах. Позже у пациента появляются болезненные поражения на коже. Передается оспа обезьян через тесный телесный контакт. Однако ученые признают, точные механизмы передачи этого варианта вируса, а также скорость его распространения, до конца еще не изучены. Есть опасения, что инфицирование может происходить вследствие прикосновения к пораженным участкам кожи, телесного контакта, также через слизистые, которые гораздо более чувствительны к инфекциям. Я был бы осторожен в любых прикосновениях к человеку, больному оспой обезьян. Даже там, где нет поражений, вирус можно обнаружить в разных местах, в том числе во рту и на других частях тела. Поэтому, я думаю, мы и видим, что интимные контакты стали путем передачи инфекции. Но и бытовые контакты также являются способом передачи этого вируса в Центральной и Западной Африке. И мы начинаем наблюдать это сейчас. Подавляющее большинство инфекций во время нынешней вспышки оспы обезьян было зафиксировано среди группы населения, идентифицирующие себя как мужчины, вступающие в сексуальные отношения с мужчинами. Однако эксперты предупреждают, в зоне риска может оказаться каждый. Этот вирус не является инфекцией, передающейся строго сексуальным путем. Этот вирус может передаваться через социальные контакты между людьми, такие, например, как объятия или поцелуй. Также может происходить инфицирование через зараженные предметы. Несмотря на рост новых случаев заболевания, эксперты отмечают, нынешняя ситуация существенно отличается от пандемии COVID-19 и вряд ли миру на данный момент угрожает глобальный карантин в связи с оспой обезьян. Каждый патоген имеет разные биологические характеристики. COVID-19 передается воздушно-капельным путем. Оспа обезьян – нет. COVID распространяется, когда у людей вообще нет симптомов. Оспа обезьян – нет. Вирус, вызывающий COVID-19, никогда не наблюдался до 2019 года. Оспа обезьян известна минимум с 50-х годов. От COVID не было вакцины. От оспы обезьян вакцины есть и не одна. Эффективной против оспы обезьян, по мнению врачей, является вакцина от обычной оспы. Однако эксперты признают, имеющихся в наличии препаратов не хватит для массовой вакцинации. Впрочем, для того, чтобы остановить распространение вируса, она и не нужна. Всемирная организация здравоохранения определила приоритетные группы, которым прививка необходима в первую очередь. Это люди, имеющие множественные сексуальные контакты, сотрудники медицинских учреждений и лабораторий.